в предыдущих сериях корпорации Лоботомия. Итак, вы уже можете видеть на экране некоторые изменения, но это не важно, я не буду рассказывать все прям дословно конкретно, единственное скажу, что я сделал небольшую рахировочку своих персонажей по отделам в зависимости от бонусов этих отделов. И соответственно из-за задачи эффективности, с которой нужно разместить 3-4 человек в одном отделе, ни не более. Так что мы выполним сегодня это задание. А еще мне надо выполнить задание быть хорошим человеком, потому что в последнее время я не был хорошим человеком и мне надо это дело исправлять. И да, сегодня мы каким-то макаром подавим большую птицу. Я не знаю, как я это буду делать, но мы будем пытаться, пытаться изо всех сил. А также я немножко поменял оружие у своих героев, но это тоже не так уж сильно важно. Единственное, я скажу, что я полностью отказался от брони Зейн. Да, больше никакой брони Зейн. Броня Зейн плохо. Я это понял, потому что броня Зейн, какие бы у нее показатели не были, она не спасает от сильных аномалий. Я это понял, исходя из ваших комментариев. Я не понял, как это дело высчитывается, я не смог найти подобающие уравнения в интернете, но я вам верю. Так. И как я размещал их по бонусам? Например, Бонбон. Он у меня был в первом отделе в команде контроля, но ему не нужен этот бонус на усиление скорости. Поэтому я подсадил его сюда, где он будет качать. Выдержу. А сюда поставил Евангелину, которой нужна скорость, чтобы быстро добежать до, например, до раненого сотрудника и успокоить его. Сечете фишку? Вот и я думаю. И мне не понравилась центральная команда контроля 1. Ужасный департамент. Он добавляет совсем вот по чуть-чуть всех бонусов, но как бы по чуть-чуть каждого. То есть ни одной из свойств персонажа не будет как-то выражено. И мне это дело не нравится. Вот я люблю, когда что-то одно. Итак, мы сегодня начинаем новый день. И я не знаю, как мы его... Эээ, не туда. Я не знаю, как мы его пройдем. Такс. Я поставил всегда Оуэна чисто потому, что я не знаю пока куда его поставить. И возможно я его поставлю вот сюда. На следующий день. Итак, начинаем разбирать, кто куда пойдет. Для начала я думаю... Ух, нет. Кортни. Кортни, в этот раз ты не умрешь. Кортни, ты сегодня будешь стараться и заниматься на очень легкой работе со старой леди. Да? Да? Она будет качать внучку. Теперь вот ей нужно. Ей как бы нужно. Если она планирует выживать в будущем, то ей надо что-то с этим делать. Я не знаю, насколько получится, но я буду стараться. Геральт у нас как всегда ходит на Летицию, поэтому поставим его чуть-чуть поближе. Я не хочу их перемещать в отделы по местоположению, потому что местоположение аномалий меняется каждый раз. Из-за вот этого говнюка. Кстати, где он? Где говнюк? Где эта белая мразь? Ааа, вот ты куда в этот раз спрятался. Так, где Фрэнк? Фрэнк! Вечный ты мой надзиратель. Он будет прямо под ним. Просто, ну, Фрэнк бегает не очень быстро, но если что-то произойдет, он сразу же, сразу же сделает это дело. Я на Летицию поставил сейчас... Давайте я снова перепоставлю. Я поставил Геральта, но я поставил его на высокий. То есть не на очень высокий, а на высокий. Потому что, как я понял, таким макаром прокачиваются вот те статусы, которые мне нужны, которые не прокачиваются. Поэтому я думаю, что здесь будет все в порядке. Евангелина у нас будет, как обычно, на пустых снах. Но она также будет качать что-нибудь необычное. Здесь у нее все хорошо. Давайте пускай будет понимание. Так, пауча логова. И вот здесь у нас тоже будет изменено. Паучье логово у нас пойдет на Раэ. Потому что... Я не знаю почему. Потому что я хочу ей крутые очки. Ей бы подошли крутые мажорские очки. Так что она походит к любовнице Хосе. Пока еще любовница. Они еще не женаты. Я за этим слежу. Я... Если что, я вам скажу. Так. О, Хосе. Хосе. Ты, Хосе, будешь исполнять работу на Раэ? Да, тебе надо немножко отлучать от семьи, чтобы ты, ну, сильно не привыкал. А то ты сильно расслабляешься на работе, мне это не нравится. Шаденфрейд у нас здесь, значит, и ты пойдешь сюда. Давай, Хосе, я в тебя верю. Возможно, ты прокачаешься еще лучше, и таким образом... Да. На подавление. Таким образом, ты сможешь защищать свою семью в будущем гораздо сильнее, и, возможно, у тебя будет больше вероятность не сдохнуть. Класс. Так. Галина. Галина у нас пойдет на девочку со спичкой. Да, что поделать. Она уже не просто ей подруга, она уже ее психолог. Просто посмотрите на этот... На этот жесткий, но, тем не менее, такой чурующий взгляд. Просто все парни уставились на ее задницу. Все парни. Ну, кроме этого. Он пялится на вот эту девчонку. Хотя, может, они уставились на ее задницу? Вот как думаете? Пишите в комментариях, мне нужно срочно узнать, на чью задницу кто смотрит. Ну, реально, почти все парни в отделе, смотрят на Галину. Внезапно? Это странно, но ладно. Хорошо. Кроме этого парня, он вообще куда-то пошел. Так. Бон-бон. У нас музыка закончилась, поэтому мы сделаем вот так, чтобы немножко ее включить. Итак, Бон-бон у нас направляется сегодня на особую миссию. Сегодня он будет возглавлять большую птицу. И будет следить за тем, чтобы эта птица не вырывалась тогда, когда не надо. Хантер. Хантер у нас сегодня отдыхает. Так. Я кого-то за... А, Уилсон. Уилсон должен отправиться в этот отдел, чтобы заниматься херней. Уилсон сегодня будет... Да! Он будет качать справедливость на подавление. Не знаю, насколько это дело прокатит, потому что, ну, Уилсон-то уже крепкий парень. Но будем надеяться, что он все сможет. И эти аномалии у нас остаются неоткрытыми, поэтому будем сегодня их порсить. Жестко. Я не помню, что я выбирал в прошлый раз. Давайте будет инстинкт. Я знаю, что это вроде бы как слабая девушка. Она выглядит как, ну, раненая. Но при этом... Я помню, что это какая-то страшная аномалия. Если я пошлю кого-то неподготовленного, то она его напугает. Возможно. Поэтому пускай будет инстинкт. Посмотрим, как оно будет. Если будет плохо, то... Я помню, помню, что нельзя на привязанность. Я это помню. Хорошо. Так. Дэниел! Дэниел! Встречайте нового сотрудника! И попрощайтесь с его красивой, замечательной прической. Потому что... Потому что мне надо узнать, что это за аномалия. Давайте тоже отправим на инстинкт. Потому что, ну, чтобы было. Так. Вроде бы всех распределили. Вроде хорошо. И вот таким... У-у-у, тихо-тихо. Так, где у нас Шадангрейд? Шадангрейд? Я забыл. Совершенно забыл. И вот таким образом у нас сегодня и будут располагаться сотрудники. Я не буду их менять ни коим разом. Единственное. Да. Да, задача подавления. Да. Я... Не подумал. Надо было... Надо было задачу подавления выполнить в первую очередь. Сейчас. До испытания рассвета и тому подобного. Но ничего, мы исправим это дело. Мы сделаем рассвет, а уже потом сделаем все остальное. Эй, вы только посмотрите! Кортни уже получила благословление бабушки! Она ей явно нравится. Отлично. Пускай. Ты будешь счастлив встречаться на протяжении нескольких выпусков точно. Камила, я понимаю, что ты боишься. Я знаю, что ты не хочешь, но именно тебе выпала честь выслушивать сегодня эту аномалию. Поэтому мы как можно больше будем отрабатывать и Камилу на инстинкт сюда. Потому что вроде бы как инстинкт справляется. А здесь... Ну надо же, целых два чего-то... Дэниел! На самом деле, я не знаю. По-моему, Дэниел уйдет. Ему не хватает для идеала Велчерс. Надо будет сходить послать его обязательно на Велчерс. Чтобы он потом сделал себе крутую городу. Лысый, крутой парень. О-хо-хо-хо! Вау! Шадан Фрейд сбежал! Блин, это потому, что я на него вот так вот косо смотрю. Но ничего, все идет как надо. все идет по плану и что шанс фрейд сбежал от конечно не очень хорошо но тем не менее в этом нет ничего страшного поэтому сейчас эти ребята его затащат а мы это время просто не будем смотреть геральт это хотя бы лучше чем умереть евангелина блин евангелина такая жесткая я уже на протяжении нескольких выпусков замечаю что она реально говорит такие такую жесть что типа а не нравится убивать новичков или что-то типа того блин ева ты блин ты страшно не знаю я бы я ее представляю себе как такую книжного червя который любит все миленькое и ходит по всем пушистым смотрит пустые милые сны но на самом деле в душе душе она жестко с ней лучше не общаться лишний раз так мои ребята скоро вы там закончите так отлично они подавили шатен фрейд и у меня уже есть одна аномалия замечательно но перед этим нужно восстановиться сейчас мы отправим кого-то дата на незначительную какую-то штуку рассвет я не помню фиолетовый рассвет что это я правда не помню я знаю что зеленые это роботы а до зеленые это роботы красные это клоун а рассвет я не помню так но на всякий случай мы сделаем вот как мы расставим людей по разным коридорам потому что если эта хрень влияет на аномалии вот тогда мы сразу же нападем на них ну как бы предугадаем их действия и особенно на вот такие аномалии которые любят сбегать до большая птица я говорю о тебе думе сегодня сбежишь но не в это время когда я скажу так и будет сюда это крыша дон фрейда у тебя есть кровь ладно мы их отправились сюда здесь у нас фрэнк но вряд ли он справится один поэтому отправляем сюда и еву пустые сны на пустые сны отправляем всех остальных ска не приглядывают летится не сбегая с ней ничего плохого не будет а вот девочка со спичкой может еще как поэтому отправляем сюда тебя и у меня кончились люди блин ладно отправлю сюда розу я не помню я помню фиолетовый полдень фиолетовый полдень он сваливается как снег на голову убил и убивает всех сотрудников отделов это я помню так все на своих исходных позициях поэтому я могу отправить моего лысого мачо где он кстати а вот это просто медленный так лысого мачо на крутую лысин и теперь когда это произойдет фрукт понимания отлично я не помню что это такое но на всякий случай сейчас быстро отправляю бонбона на большую птицу так как у нас при новом уровне перегрева клепот нас снялся штраф из-за этого он сможет выполнить свою работу на высокий уровень а кто вы а да вы по моему как раз влияете на да вы по моему как раз и влияете на разного рода аномалии оба сюда отправить кто у меня свободный где все а вот вы отправляетесь вы все управляетесь сюда я мило отправляется у нас сюда я не помню у них урон обычный они уязвимы к белому ну допустим так фрэнк ей поможет фрэнк как раз белый урон и наблюдаем как мои ребятки хорошо справляются вы же хорошо справитесь вы же не подведете меня так стоп а а при тебя то я забыл так вы ты где вы где 2 так хорошо вы отлично справились вы молодцы но нужно зачистить еще вот эту зону как вы ладно у вас это прошло с трудом но вы справились вы молодцы камила теперь может дыхать потом пойдешь смысле фиолетовый полдень следующем смысле это плохо это плохо это плохо это потому что фиолетовый полдень убивает всех в отделе и большая птица ну как бы вы понимаете все очень плохо ладно нам надо как-то к этому подготовиться я не знаю как но мы будем пытаться и подавить полдень и подавить птицу да у меня есть план подавления я его выдумал прям своей замечательной светлой головой вы кто что куда давайте давайте быстрее о какие вы медленные он сейчас переместиться он конечно да я знаю он конечно там ником ни на кого не влияет и все равно только не давать давай быстро блин фрукт понимания у меня был настолько давно что я даже вообще забыл что это и как он выглядит и замечательно мы выполнили 10 процентов дневной квоты отлично пока что пока что все идет хорошо я не хочу загадывать я боюсь говорю еще больше крови в этот отдел а это чья а это уже кровь это уже кровь рассвета фиолетового за это 32 да успокойся ты че ты так разверничала все хорошо никого даже никого не убили о мой бабушка бабушка прости я совершенно тебе забыл но ничего корни потом и тебя позаботиться я тебе обещаю и так да у нас тут фиолетовый полдень на носу но это стрёмно да но нам надо вспоминать о других аномалиях для того чтобы их выманить нам придется их драконить ладно пошли драконить аномалии так а чего у нас боится пустые сны пустые сны у нас боится красного урона и черного урона замечательно поэтому мы как раз сюда поставим нарае мы как раз сюда поставим допустим тебя о таками о да камил мы роза роза у нас будет всех драконь и сегодня роза будет самым главным моим сотрудником дня это роза ханта антера тоже сюда поставим надо как можно быстрее подавить эту аномалию и так роза пошли выполнять задание так на на низкий на естественно низкий давай нам нужен плохой результат давай роза давай роза тащи ее плохо роза давай еще разок к в этот раз выложить по минимуму надеюсь у меня там другие аномалии себя нормально чувствует после всего вот этого говна ок давай давай роза давай 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 доведи это дело до конца ну что ж ты так хорошо справляешься то роза блин почему у меня такие замечательные крутые сотрудники кого бы hunter вроде не особо да в этом до справедливости так себе поехали ханта давай будь лучший в худшем во мне еще хво кого мне отправить так у кого самая плохая выдержка розы роза самое все у розы все плохо почему роза справляется роза даже получила рожки роза получила рожки но 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 а выдержка 3 а мне да мне помнишь выдержки нету до 3 это самое ну вы толки пожалуйста работу плохо роза ладно роза отправляется к себе да блин это был низкий почему у меня такие хорошие сотрудники как я так их натренировал это был низкий ребят вы еще недавно влажали в умирали каждый раз какого хрена как как учебу так ладно другой план теперь мы будем драконить розой девочку со спичкой но не просто так руль девочка со спичкой она идет к определенному сотруднику а это значит что в зависимости от того куда она пойдет она может пойти либо влево либо вправо и это значит что он либо она спускается вниз либо поднимается либо по бокам поэтому если она зайдет сюда мы спрячем сотрудников вот здесь этих мы оставим здесь так как если она пойдет здесь по коридорам мы это увидим этих сотрудников мы спрячем вот вот что боится девочка со спичкой она боится белого урона всех кто с белым автор и сделала до белого урона только белого и так все кто с белым уроном мы их соберем сейчас вот здесь так мы собрали всех светлых поэтому роза я знаю она не особо взаимодействовала с розой поэтому в этом плане мы можем вести такого антагониста для нее сказать это будет роза у нее как раз появились злые рога а именно так это и будет работать роза у нас муштрует тренировочную команду поэтому она у нас будет таким жестким справедливым но жестким персонажем а в данный момент она будет выступать очень злым на очень низкий я надеюсь ей повезет не быть первой жертвой девочки со спичкой и у меня все работает отлично если что что результате плохой работа уровень щучка клепота аномалия девочек спич понизится с высокой веры с высула на хорошо не сто процентов но с высокой вероятностью от и роза идешь ты снова а после я тебе не дам в обид я тебе обещаю ты сегодня выживешь ты реально похоже сегодня на такое на сатану на адскую адскую смесь с рыбой так отлично хорошо теперь можешь убегать куда-то будешь убегать мы убегаем вот сюда заодно сейчас проверим какую сторону она выберет подвинька так отлично я прекрасно это знаю так она идет сюда нет она передумала так лады это не очень хорошо я пока что не понимаю идея должна над сотрудником появится спичка над тем кому она идет но я ни черта не вижу он тоже чистый здесь у меня ребята тоже кому она идет так сейчас будем максимально аккуратны да куда ж тебя несет то я не понимаю что с ней давайте мы она может пытается реально сюда пройти нет все таки она решила идти на лево направо не что ты делаешь настоящее лицо лоботомии вот это принципе я могу поверить и да это единственная радость что здесь есть вот не надо у вас есть замечательный управляющий который за вами следит я даже вам поставил автомат с пивком вот ты где да то есть это может быть даже не даже бот если даже не настоящий сотруд ладно попробую ее подавить здесь так если ты сюда не пойдешь сраная ты падла будет ее управлять не умею а сейчас будет бум и это засчитает за подавление твою мать так ладно у нас фиолетовый полдень и мы вообще никак не успеваем сделать девочку со спичкой или пустые сны потому что у нас осталось два деления поэтому мы вначале завершим полдень уже потом будем мучиться но сегодня никаких сумерек никаких сумерек потому что если я плохо зачищаю полдень сумерки мне точно и как пока рано аккорте у нас идет к старой леди замаливать грехи а сюда мы провернем сейчас опять этот эту штуку про меня опять эту штуку спон блин почему вас так много свалите куда-нибудь ау это было больно так быстро подавлять вы тоже быстро подавлять кстати как она там белому она очень чувствительно белому урону это команда у меня сейчас все зачистить так пока что у нас все идет хорошо у нас остался последний столб и большая птица даже не сбегал так wilson 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 отправляйся так хотя может нет wilson 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 беги 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 я надеюсь почему с бабушкой это работает почему во время того как я работаю с бабушкой я могу работать заканчивать работу с другими аномалиями и счетчик либо то не падает а вот с большой птицей такая хрень и прокатывает так давайте ребята быстрее пожалуйста есть 15 процентов дневной квоты продолжаем драконик пустые сны я совсем чуть-чуть поднял большой птицы счетчик чтобы если что если мы смогли и вынуть и я думаю мы будем ее сейчас вынуждать но вначале нам нужно а проводится пустыми с нами мы опять идет роза опять роза потому что роза нас пока что самым лучшим самым наихудшим образом справлялась этой аномалией так давайте попробуем на низкий пожалуйста не облажайся ладно роза иди на место был сон здесь нужна твоя помощь хотя у него выдержка целых пять и возможно это не сработает опять смысле ниже только что работала галина а ну это хорошо это хорошо к нам это нам это и нужно было так вы и роза а заправлять туда кто-то здесь есть со спичкой это плохо да плохо надо понять кто так точно не дэниэл дэниэл отправляется на подавление а да нет так не работает а давление это точно не в его ладно его его пока что убирать роза отправляется тоже на подавление давайте быстрее вы должны успеть его у нас пока отправится вот сюда да давайте 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 так вы успели движать и мы это сделали отлично его возвращайся на место она просто выбрала свою подругу самого близкого человека чтобы поделиться своими переживаниями она не контролирует свою взрыва по точность взрыва обязанность вот этого вот всего так на теперь остаются до пустысты в сан твой выход мы пока что молодцы обычный 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 дадим ему шанс я это сделали у волсон 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 я в тебе нисколько не сомневался волсон всегда все делает точно так как ему приказы если ему приказаны за фейлить он фейлик если нет то нет он молодец он он просто порядочный сотрудник на которого должны все равняться и он здесь сможет помочь да я думаю все ребята подавляет ребята был сам уже остаешься это плохо давай отлично да подавляй ты ее сволочь ты такая слышь я тебе кут только что хорошо отзывался а кто еще уснул то еще где а с тобой никак взаимодействовать не могу ована здесь нет кто еще уснул а мы молодцы итак ребят мы подготовили все для поимки большой птицы а это означает что начинается гринд наши бойцы разделились на два фланга черные и белые черные не знаю почему белые потому что они отдают белый урон и так мы выманем эту тварь вас этот вот вот сюда вот в этот отдел и будем ее пиздить белым уроном вот с помощью них и таким образом будет гринд да я доверю эту задачу своим особенным двум бойцам это бонбону и оуэну дело в том что у оуэна и бонбона быстрые ноги и они смогут удрать в случае чего ладно для начала это будет бонбон так как он именно этот боец отвечает за большую птицу и так стараемся ее выманивать плохой работой итак давай выбрать почисти и картошку из рук вон плохо я думаю я думаю этого брать справляется он смышленый мал о нет бонбон я надеюсь что ты не смеет бонбон тебе нельзя сходить с ума мне нравится что они просто прошли мимо как будто бы они его не заметить а вот этого в принципе а вот этого принципе нам и нужно было ожидать бонбон даже не имея способности и устойчивости к большой птице смог все-таки выманить ее молодец бонбон образцовый сотрудник только теперь тебя надо лечить но ничего страшного и так оуэн именно тебе предстоит выманивать большую птицу вы а вы твари вы вот вы 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 все твари ей было плохо они ее замочили я блин да она пискнуть даже не успела бы учитывает то в какой на компании находится а так ладно я не знаю вероятно судьба такая вероятно кортни не могла выжить просто в принципе ей не было этого данного так ладно сосредоточимся на оуэн и 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 как-то произошло и так всем снова привет мне перешлось перезапустить день из-за этого странного бага дважды потому что во второй раз у меня ни хрена не получилось но теперь теперь у нас все в ажуре теперь все как надо и так белые воины находятся с этой стороны плюс на рая потому что на рая сильная и она дальник надеюсь это поможет как-то побыстрее с ней расстраиваться здесь у нас оуэн для отвлечения внимания так как он быстро бегает здесь у нас бон-бон для отвлечения внимания что потому что он быстро бегает все остальные боты у нас умерли кто-то даже счастлива и теперь мне надо просто водить туда-сюда эту птицу не давая ей соприкоснуться с моими сотрудниками и при этом параллельно бить ее короче говоря гринд да обожаю гринд и и и и и и Почему-то большая птица всегда выбирает Дэниела. И это странно. Всегда, в первую очередь, возможно, из-за того, что у него очень плохая выдержка, а у Бонбона выдержка очень хорошая. Поэтому надо выбрать кого-то для отвлечения с маленькой... Кортни... Но я не уверен, как Кортни себя поведет. Блин, я очень боюсь ее потерять в этом прохождении, потому что... Но все это войны, верно? Из черной команды мы убираем Кортни. Если Кортни отдаст жизнь, то Кортни отдаст жизнь. Так, Бонбон, возвращайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да! Мы это сделали! Мы подавили большую птицу! Мы подавили большую птицу! Наконец-то! Я три часа сижу здесь и записываю этот видос. А-а-а-а! А-а-а! 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 Ладно! Ладно! Надо возвращаться в свой привычный режим! Итак, с большой гордостью в душе мы завершаем... Двадцать первый день! С двумя заданиями! И без жертв! И да, Кортни осталась жива! Я смог сделать так, что Кортни осталась жива! И Роза сохранила свои замечательные рожки! Итак... Ха-ха-ха-ха! Пятнадцать лобпоинтов! Отлично! Начать следующий день! Да! Ха-ха-ха-ха! Я себя чувствую просто прекрасно! Просто замечательно! А-а-а! Вот про это я забыл! Что происходит, когда человек умер? Все, что осталось, это пустая гордость упрямого рыцаря! Жизнь дана лишь тем, кто не боится смерти! Так... Ну, здесь вот в обоих аномалиях затрагивается тема смерти! И я бы не хотел еще одну аномалию типа большой птицы, которая бы сбегала во время... того, как люди умирают! Поэтому... Пустая гордость упрямого рыцаря? Возможно... Я не знаю... Я не знаю... Напишите в комментариях, Правильно я выбор сделал или нет, потому что я сейчас... ...выбираю... О-о-о-о-о-о... О-о-о-о-о-о-о... Еще одно! Мне теперь каждый раз будет даваться по две аномалии! Охх... Древо, пожинавшее то, что посеяло. Последняя строчка заканчивается следующим. Рожден заново. И молитва всегда оканчивается вечным отчаянием молящегося. Так, ладно, ладно. Рожден заново. Я помню, что мне писали в комментариях. Опять же, я не помню строчки. Но я помню, что есть некий младенец, с которым жопа. И с которым лучше не встречаться. Поэтому я избегаю слов типа рожден. Окей. Молитва. У меня уже есть один, сука, сраный еретик в белом, который трахает моих сотрудников. Мне больше этого дерьма не надо. Однако следующим номером после него идет вот это. Древо, пожинавшее то, что посеяло. И мне кажется, что древо, некое древо, оно будет еще хуже, чем какой-то ребенок. Ааа, блин, как же сложно. Молитва всегда оканчивается вечным отчаянием молящегося. Ну, это примерно вот чумной доктор. Если у меня будет второй чумной доктор... Не, спасибо, я не голодный. Рожден заново? А может тут имеется в виду рожден заново, в смысле как... В хорошем смысле. В смысле, я не знаю, там, выпил хороший коктейль и заново родился, или типа того. Ой, блин. Ладно, мне страшно. Мне очень страшно. Очень страшно. Но я выбираю вот это. Да. Так что... Пугаете меня в комментариях, на что я там подписался? Вау. Новому управляющему. Я наслышан, что ты очень ценный сотрудник в этой корпорации. Пожалуйста, продолжай работать в том же духе вместе со своим отличным ассистентом Анджелой. Пока что меня здесь нет, но я верю, что мы скоро встретимся. Корпорация Лоботомия никогда не забудет твои преданности и усилий. С уважением, А. А? Есть какой-то А? Я помню, что был шпион, который мне помогал, и которого А. Нажила. Убила. Возможно. А возможно нет. Возможно, он выжил. Вы получили документ, составленный лично А. Значит ли это, что вас наконец признали? Я не знаю. Я только что такую жопу пережил, что возможно, да, меня можно признать в принципе. А, в смысле... Конечно, меня можно признать. В конце концов, я лучший управляющий. Что у вас есть? На данный момент А в длительном путешествии. В отпуске, короче. И так как все путешествия заканчиваются его конечным местом назначения, станет дом. Это место. Ну, то есть он в отпуске, но всегда возвращается на работу. Путешествие – это первое, что я бы совершила, выбравшись из-за всех этих мониторов. Ты робот, тебе оно не надо. Ты же робот, верно? Я бы погуляла так много, насколько возможно, и любовалась пейзажем, разбив ему на миллион фото. Так мило. Сегодня все еще холодно, но мы знаем, что зима почти закончилась. Что это может значить? Типа, мне станет легче? Вы видели, как цветы распускаются из-под снега? Да. Что это должно значить? Итак, мы завершили твое задание, Ход. Что дальше? Тиффани, это правда? Ты правда приходила только родинки Фелина? Но ты врала. Что? О чем ты говоришь? Я никогда не врала. Ты всегда врала своим беспокойным сотрудникам. В чем прокат твоих консультаций? Думаешь, что поговорив на чистоту, тебе станет лучше? Думаешь, что получив секундное удовлетворение, ты станешь лучше? Это не так. Не важно, что ты делаешь, тебе не стать лучше и никого не спасти. Ты хочешь показать другим, какая ты хорошая, верно? Ты же не думаешь, что ты на самом деле такая, так ведь? С какой стервой она разговаривает? А возможно, это ее подсознание или тип того? Нет. Нет. Мы всегда здесь погибаем. Я... Я хочу быть лучше. Ради чего? Благодаря вашему непревзойденному лидерству у нас много опытных сотрудников. И если мы покажем отличное управление и навыки усмирения другим сотрудникам через наших ветеранов, то это будет намного эффективнее, чем документы или видео. Прошу прощения, мне до сих пор что-то мерещится. Так она реально разговаривала с каким-то воображением сейчас. Завершите день с пятью и более сотрудниками пятого уровня. Но это будет легко, так как они у меня уже есть. Только от сумерек мне это все равно не поможет. О, новенькая. Я знаю тебя. Привет, я Тиферет. Рад знакомству. Я тоже Тиферет. Вы близнецы? Не, ну как бы... С другой стороны, а почему? У вас одинаковые имена? Конечно же, разве не видно? Мы близнецы, так что даже имена одинаковые. Но если вы спрашиваете про биологическое родство, то нет. Поэтому пытаться нас различать бессмысленно. Я ответственна за центральную команду контроля. Эта команда и ее отделы огромны. Так что нужны как минимум двое, чтобы уследить за всем. Нас и так двое. Что ж, разве это не везение? Разве смогли зайти так далеко? Значит, мне не нужно повторять вам основы работы здесь, да? Она затыкает рот своему брату. Брат? Будь мужественней, что ли. Если вы разочаруете меня, то даже ваша должность вас не спасет. Или твоя сестра, она как бы главнее. Просто меня смущает, что брат молчит и ничего нам не рассказывает. Но вы справитесь. Нам напутствие. Я не такая, как верхние сефиры. Они тупые. Но технически между нами нет больших различий. И только хочу сказать, что они способны лишь делать вид. Это очень, что очень заняты. Поверить не могу, что мы работаем вместе. Тем не менее, именно центральный отдел начнет рассказывать истинную историю. Мне все равно, разочарует это вас или вдохновит. Я просто прослежу, чтобы вы не бездельничали. Вот. А, это была сестра. Ладно. Я надеюсь, что это вдохновит вас. Привет, Тиферет. О, привет, Лицох. Разве оба Тиферет? Нет, буду считать, что твое приветствие за два. Вот план завтрашней общей тренировки. Хорошо ознакомиться. Ознакомиться? Да я уверена, что его нужно переделывать с нуля. Оставь его здесь, Ницах. Я ознакомлюсь с ним и дам тебе знать. Тиферет, ты слишком мягок. Нельзя быть таким добрым к наркоману, типа Ницаха. Можно подхватить заразу с верхнего этажа. А еще он опоздал с планом на целых два дня. Но ведь Ницах может работать хорошо, когда захочет. Ты это знаешь. Результат вообще-то не важен. Дело в том, что Анджела слишком мягка с нами. Была бы моя воля, я бы жестоко наказал этого наркомана, как только увидел его болтающимся по отделам. Ну, Есот был бы только рад. Почему бы вам не обсудить систему штрафов? Уверен, это будет продуктивно. А, замолкни, иди уже наверхить тебе и место. Как раз собирался. Пока, Тиферет. Пока, пока Ницах. Верхние сефиры не воспринимают свою работу всерьез. Не то, чтобы мне нравились все сефиры среднего уровня. Мне нравятся средние сефиры. Они приятные, и во время разговоров с ними я не могу удержаться от смеха. Сколько раз я тебе говорил не смеяться без причины. Мы должны быть строгими и суровыми, мы же центральная команда. Я знаю, Тиферет. Кстати, а разве мы не хотели кое-что обсудить с управляющим? А, о, вы еще здесь. Ну тогда у меня есть задание для вас, и не вздумывайте отлынивать. Управляющие сможете справиться, как и всегда. Или подвести, как и всегда. Вот же сучка. Центральная команда содержит аномалии в особом месте. Со временем аномалии становятся все нестабильнее. Что видно по перегреву счетчика клепот. У нас есть свои пределы, так что, пожалуйста, завершите день без каких-либо проблем. Завершите день с восьмым или ниже уровнем перегрева счетчика. А, так это, типа, тоже легко. А я бы не сказал, что они становятся нестабильнее. Скорее, наоборот, работа с ними намного упрощается со временем. Ладно, расширяем отдел. Вы будете расширять только крыло центральной команды контроля? Ну да. Сейчас же, блин, какая у меня сучка. Какая же она сучка? Погодите! У меня две аномалии! Сейчас! И одно место под ногу... Как? Переподготовка клерка для обеспечения готовности к различным чрезвычайным ситуациям. Ну, у меня как бы выбранят, так я думаю... Поп! Пам! Окей! Окей! А... А как? Стоп, погодите, три? А-а-а! Ха-ха! Я забыл открыть их! Я забыл открыть их! Я на радостях... Ладно, хорошо. В следующий раз. Я накопил на них лоп-поинт, и в следующий раз мы их откроем. А сегодня мы прочитаем историю бабушки. Я не помню, читал ли я её раньше, но тем не менее. Аномалия выглядит как старая и необычная пожилая женщина. Когда кто-нибудь заходит в камеру с этим существом, аномалия будет говорить с этим человеком. Время от времени истории меняются, но все они всегда начинаются с... Дитя! Дитя! Ты хочешь послушать старую историю? Эта история может быть колыбельной, некой поэмой, обычной детской сказкой или чем-то совсем новой. Она знает каждую детскую сказку и не перестаёт рассказывать истории, пока её слушатель не уйдёт. Выдержка из лого-интервью. Сотрудник F5049. Гумаю, она может быть самым одиноким существом из всех аномалий. Существо, заполненное одиночеством. Она рассказывает те сказки, чтобы заполнить пустоту. Истории нужен слушатель. Когда кто-нибудь находится в её камере, она будет пытаться заполнить эту пустоту. Конечно, слушать её очень опасно. Она знает все сказки на Земле. И даже те, которые не существуют. Наш разум не смог бы справиться со всеми ими. Она бы за секунду прожарила наш мозг. Итак, спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, и я буду ждать вас в следующих видео. Всем удачи! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok